Медвежонок Кенгуренок Аутенок шлеп, 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 шлеп И гусенок шлеп, 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 шлеп Конечно же все вместе намного интересней Гулять по зоопарку, разглядывать зверей И повторять за ними походку и повадки Конечно же все вместе намного веселей Кенгуренок брык-брык-брык-брык-брык-брык И бельчонок брык-брык-брык-брык Жеребенок брык-брык-брык-брык Верблюжонок брык-брык-брык-брык-брык Конечно же, всем вместе намного интересней Гулять по зоопарку, разглядывать зверей И повторять за ними походку и повадки Конечно же все вместе намного веселей Лягушонок скок, 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 скок И зайчонок скок, 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 скок Только раки в бок, в бок, в бок, в бок, в бок И скорей-скорей на утек Вот так! Вот такой поцелуйчик мы все получили от маленьких наших артистов Итак, сегодня в рамках проекта Дом культуры У нас Правобережный городской дворец культуры Это кружок для самых маленьких, для малышей Называется он ТОП-ХЛОП И у нас в студии педагоги этого кружка Елена Ветцель, Анастасия Исько Здравствуйте! Здравствуйте! Ну сразу хочется спросить, с какого возраста вы начинаете работать? Вы с роддома их забираете, чтобы так было? Вы знаете, иногда звонят и с роддома Но вообще мы набираем ребятишек от года до трех с половиной лет Здесь у нас артисты в какой категории возрастной? Здесь детки три с половиной, вот Ульяне еще двух нет До трех с половиной лет Так, Елен, и насколько вам сложна работа? Детки же все разные Детки разные, да Но вы знаете, с ними работать на самом деле одно удовольствие, и это приятно И нам с ними комфортно Вы устаете с ними? Мы сегодня с Антоном разговаривали на тему Вот вы приходите на работу целый день с маленькими детьми Что-то танцуете, поете, что-то делаете И мне Антон говорит, знаешь, у них, наверное, сил вообще не остается на дом Они дома вообще другие Они работают только с детками, и веселые они только с детками А я говорю, нет, Антон, дети заряжают Да, вот это вы верно сказали Дети заряжают, потому что энергетика от них идет огромная Мы им отдаем свою энергию, они делятся с нами своей энергией Елена, как часто можно с такими малышами заниматься? Они же быстро утомляются Мы занимаемся два раза в неделю, вот урок идет 40 минут Но урок очень разнообразный и постоянная смена деятельности То есть мы посидели, что-то поделали на мелкую моторику, встали, покачались, побегали, попрыгали И мы стараемся, чтобы 40 минут прошли очень продуктивно и динамично В чем основная сложность работы с самыми маленькими? По идее же, навыков нужно привить меньше, чем обычному ребенку, потому что они больше не освоят Но сложности ведь тоже есть, какие сложности вы замечаете? Наверное, сначала нужно внимание их удержать, вот это самое тяжелое А потом ребятишки привыкают друг к другу То есть они так же, как вот в студию сейчас пришли, все отвлекает, им все интересно И так же к нам, то есть когда они уже привыкают к нам, к деткам, к предметам, к досточкам Они уже, вот все, можно с ними заниматься дальше Настя, а вот как, допустим, с родителями быть? Соглашаются детки без родителей заниматься? Или все-таки приходится первое занятие вместе с родителем проводить? Это по-разному Кто-то с родителями занимается вначале, а кто-то, например, уже сам может Это по-разному Зависит, наверное, от характера ребенка А бывало такое, Лена, что пришли и как, все разревелились, знаете, один начал, все остальные подхватили Да, бывало, вы знаете, мы, наверное, два года назад были в вашей студии тоже с ребятишками И кто-то один заплакал, и вот пришлось просто вот так взять ребеночка и вынести его из студии Потому что цепная реакция Потому что цепная реакция, они начинают волноваться И вот самое главное, это спокойствие, прежде всего, наших, как педагогов, чтобы все было спокойно, чтобы они чувствовали, что здесь нет никакой опасности И так же и на занятиях Сами замечаете, как ребятишки меняются после того, как начинают ходить? Есть какой-то... Да, вы знаете, рост виден абсолютно у каждого ребенка И есть детки, которые, допустим, долго-долго не раскрываются И иногда, знаете, даже улыбка ребенка, она такую радость дарит педагогам, когда детки, допустим, закрытые И они не хотят вот долгое время раскрыться И потом ты видишь, что ребенок улыбнулся, и это счастье такое огромное для нас, для педагогов Абсолютно каждый ребенок делает шаги, и мы это видим, и родители это видят И мы стараемся оценивать детей Вот, то есть ребенок не в сравнении с кем-то, а в сравнении только сам с собой То есть мы видим его личные шаги, его рост, не сравнивая с другими детками И последний вопрос В топ-хлоп, в ваш кружок, еще не поздно попасть, можно привезти ребенка или уже набор закончен? Набор идет в течение всего года, так как детки иногда уходят в детский сад, мамы выходят на работу Поэтому места периодически появляются в группах Все, что остается добавить, что это правобережный городской дворец культуры Дальше заканчивайте сами, я к ним пошла, мне так классно вы все Привет, привет, ты так классно танцевала Да, вообще Вы заканчиваете там, заканчиваете Я остаюсь Мы не можем, мы заканчиваем У тебя бегемотик? Вам понравилось? Привет Понравилось вам? Да Да Придете еще к нам? Да Супер, все, давайте помашем нашим зрителям Пока-пока, зрители У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а